как прошить биос ноутбука hp компакт 6720s здравствуйте дорогие зрители сегодня с вами и сетноут и в этом видео мы рассмотрим как обновить биос ноутбука вот такой вот у меня ноутбук hp компакт 6720s я хочу обновить прошивку этого ноутбука прошивка биоса потому что биос здесь устаревший и хочется накатить на него свежую версию биоса ноутбук очень старый друзья но это hp компакт друзья компакт 6720s реально старый ноутбук операционная система предустановлена windows vista и на этот самый старый ноутбук давайте зальем свежую прошивку биоса если у вас все работает хорошо лучше не обновляйте обновляйте в том случае если что-либо не работает ведь производители этого ноутбука hp позаботились о выпуске свежих версий хотя последняя версия прошивки 2008 года но это не мешает нам обновить сейчас который есть старую прошивку на свежую давайте это сделаем потому что это конечно занятие рискованное в случае чего могут слететь серийники друзья это тоже учтите потому что такое случается или возможно этот ноутбук не включится вообще перестанет выводить изображение такие случаи сплошь и рядом друзья поэтому если у вас все работает хорошо и вы просто от безделия хотите прошить то так не делайте а я друзья от безделия буду прошивать потому что я хочу свежую версию накатить и это адреналин для меня друзья потому что я сейчас обновлю я в душе почувствую что я я это сделал я обновил свежую прошивку залил с домашних условиях не прибегая к программаторам и другим устройством я мастер друзья своего дела поэтому я знаю что делаю здесь нету никакие ревизии придется только сразу обновлять потому что это не материнские платы ноутбук просто модель главное знать модель может с обратной стороны писаться может в биосе писаться поэтому это учтите и посмотрим может быть биос действительно изменится может быть этот ноутбук станет шустрее работать тем более это старый ноутбук мы будем оживлять с помощью свежего программного обеспечения который предназначена для обновления микропрограммы микропрограммы позу basic input output system перед тем как прошивать биос друзья обязательно подключите ваш ноутбук зарядки потому что если ваш ноутбук в неподходящий момент выключится то в итоге то в итоге это плачевно закончить даже при обновлении биос возможно потребует что вы подключили его к электросети и обновление возможно не будет поэтому обязательно подключите его к зарядке теперь давайте включим наш ноутбук запускаем наш ноут а нажимаю клавишу f10 для входа в bios и вот мы попали в bios теперь нам нужно в bios и перейти в системную информацию system information files system information rom bios version f.0 а именно эта версия прошивки 14 апреля 2008 года то есть старая версия прошивки биоса вводим hp compact 6720s enter и теперь ищем официальный сайт hp здесь у нас вот у нас support hp.com переходим загрузки по и драйверов теперь попробуйте выбрать операционную систему вручную кликаем на него выберите операционную систему windows а теперь версия операционной системы здесь можно выбрать любую из этих операционных систем у меня этот это 32 битная vista давайте выберем его изменить хотя бы не установлена операционная система windows 7 надеюсь у меня из под самой операционной системы я смогу обновить bios материнской платы выбираем bios и здесь несколько разновидностей bios а здесь нам главное не запутаться а вкладке bios у нас есть hp q flash for hp ноутбук bios есть f0 b.a но о о f.0 d n и вот f0 dn их у нас здесь очень много так какой же из них выбрать по размеру тоже отличается а самая ранняя то у нас 15 августа 2008 года выходила первая версия а последняя версия это у нас 4 ноября 2008 года римут ром флэш ссм компил комплайт эти две почти что похожи а дальше у нас это уже загрузочный носитель фридос то есть вы загрузочную флешку подключайте и создаете загрузочный носитель фридос из из под самой фридос вы прошиваете это из доз системы этого я не хочу делать я хочу из под самой операционной системы windows перешить значит нам последний пункт это hp q flash для обновления систем bios ноутбуков hp microsoft windows то есть из под самой операционной системы мы будем перешивать если мы на него кликнем здесь написано этот пакет создает файлы которые содержат утилиту hp q flash и двоичный образ системы bios пазу для поддерживаемых моделей ноутбуков что же здесь исправлено можем посмотреть что они здесь исправили давайте это можем даже скопировать смотреть полную информацию можем а то есть здесь что они изменили вот они полная информация дата выпуска вариант загрузки исправление давайте кликнем исправление мы можем даже прочитать инструкцию добавляет параметр блокировки номера для внешних клавиатур в утилиту настройки f10 то есть если у вас внешняя клавиатура подключена то добавляет параметр блокировки этот параметр только изменили друзьям если если вам этот параметр не особо важен то лучше не обновляйте потому что это только мелкие исправления инструкции по установке то есть скачать запустить два раза и уже ждать окончания установки давайте посмотрим системные требования здесь написано windows xp vista 32 битный даже через free dos red flag linux давайте скачаем этот файл биоса просто мы кликаем на эту на этот файл биоса давайте кликнем вот он загрузить и загружаем файл биоса вот у нас пошел процесс скачивания биоса на работе встали наш файл прошивки вот наш файл прошивки который мы скачали правой клавиши и нам нужно его запустить от имени администратора запускаем от имени администратора у меня операционная система windows 7 надеюсь это не повредит так вот наш файл прошивки запустился что мы здесь видим f 0 d это файл прошивки можем прочитать здесь все на английском языке next теперь распаковываем этот этот файл прошивки и он должен автоматически запуститься ничего не происходит пока должен файл прошивки сам автоматически запуститься но ничего не произошло теперь давайте запустим он все-таки сам автоматически не запустился значит мы сами запустим его локальный диск c теперь ищем наши распакованные файлы это называется свсетап вот этот файл он кликаем на него еще раз кликаем и наш файл прошивки вот он так он еще здесь еще какой-то распаковщик так какой из них выбрать я не знаю друзья он автоматически не запустился может быть этот вас приветствует мастер флеш памяти hpq а второй что за файл этот что за файл я не знаю друзья какой из них выбрать этот или этот далее так не совместим с данным компьютером видите он уже ругается что не совместим значит это не тот значит это нет ни его файл прошивки давайте это отсюда выйдем попробуем второй файл второй файл запустим еще раз далее а вот друзья вроде все подошло так эта программа установлена правильно и вот версия bios фа на компьютере фа а мы обновляемся до 11 фа д давайте попробуем друзьям необходимо обновить далее нажмем далее подождите выполняется обновление bios наш ноутбук сразу же друзья сразу начал греться шуметь довольно сил сильно вот он и блок 3842 200 из 256 а подождите выполнение выполняется обновление bios это может занять несколько минут не выключайте компьютер не отключайте электропитание во время обновления ноутбук сильно стал шуметь и он сейчас самый главный ноутбук не отключился и мы смотрим просто наблюдаем как происходит обновление bios а 115 117 должно до 256 пройти вот а блок блоки обновления мне друзья страшно друзья если честно реально страшно как обновляется это это ведь друзья такое занятие когда ты не знаешь что будет потому что я не знаю я запустил и дали дали кликнул и все и сейчас тот момент когда произойдет это самое обновление мы увидим что у нас произойдет после выключения и включением вот скоро уже закончится вот 215 давай уже не томи уже запустись ноутбук старые я боюсь с ним что-либо делать и если что-то сейчас пойдет не так то ноутбук просто не включится друзья но надеяться будем на хорошие теперь шаг второе перезапись новой системы bios попытка один попытка один происходит блоки вот они наши блоки также до 256 ждем пока эти блоки обновлятся попытка какая-то присущ что за попытка какая попытка нам не нужно не нужно никакие попытки ты должен сразу же обновить еще ждем попытка так проверка обновлен обновленная система bios то есть сейчас на этот самый ноутбук он заливает свежую прошивку bios а и мы сейчас все это увидим друзья вот наш ноутбук это друзья капец вообще я сейчас стою и дрожу немножко знаете потому что это ведь рискованно друзья и вот она здесь уже намного медленнее проверяется и сейчас все подключено у нас ноутбук зарядки подключен никаких проблем нету и этот ноутбук друзья не держит если допустим я сейчас отключу от электросети ноутбук сразу выключится поэтому я надеюсь что сейчас наше электричество не отключится при попытке обновления и мы и мы просто насладимся новой версии bios а так 194 196 205 200 давай 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 уже заканчивай я уже сижу уже не знаю что делать 200 уже останавливать нельзя ни в коем случае потому что вы уже начали и назад дороги нет у вас или сейчас пан или пропал завершение работы мастера флеш памяти счетчик у нас друзья мы можем сейчас перезагрузку нажать кнопку перезагрузки или дождаться пока таймер до конца пройдет я сейчас боюсь что-либо делать может быть действительно мне нажать этот самый таймер и перезагрузить вот я нажал на таймер и смотрим как у нас происходит перезагрузка ноутбук автоматически выключился и и сейчас он должен запустится тот самый момент завершение работы только бы завершена завершение работы он не завис а вот так ноутбук включился происходит запуск windows и наша операционная система вроде запускается и вот операционная система запустилась никаких проблем нету друзья давайте перейдем bios системе information кликаем на system information и видим что он наша прошивка bios и сменилась теперь у нас f0d было f0 а было и ром дата 11 апреля 2008 года мы перешили нашу прошивку bios а до последней версии до последнего номера было f о а и стала f о д ничего сложного нету на этот старый ноутбук мы вдохнули какую-то новую жизнь надеюсь этот ноутбук будет дальше работать не ему нужно еще поставить ssd добавить оперативную память и можно на него даже накатить накатить семерочку или даже восьмерочку или даже десяточку я не знаю друзья здесь core 2 duo тем более процессора это свое время друзья ой какой хороший процессор был core 2 duo посмотрите вот его модель intel core 2 duo классно друзья 2 гигабайта оперативной памяти маловато надо еще 2 гигабайта а так bios обновили